Всем привет! Вы на канале The Collector и это обзор на фигурки по фильму Человек-муравей и оса Квантомания. Этот фильм вышел совсем недавно, я уже видел кучу гневных отзывов, сам пока не смотрел, но ко мне уже приехали фигурки, которые я хочу показать вам. Это вся серия по этому фильму, которая была презентована до выхода. Сегодня я уже отснял обзор на то, как я распаковывал и доставал эти фигурки. Там будет буря эмоций, будут обзоры на другие фигурки, но это видео я все-таки решил выпустить первым, потому что там я их уже показал, сюрприза бы не получилось. В общем, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить то видео, оно будет очень интересным. А также не забудьте поставить лайк, ведь это меня невероятно мотивирует. И давайте переходить к обзору. Начнем по порядку, и кому же открывать этот обзор, если не Человеку-муравью? Номер фигурки 1137. По традиции показываю саму коробочку. И с обратной стороны мы видим серию из четырех фигурок. Несмотря на то, что у меня была огромная коллекция, и в целом, как бы я делал немало обзоров, по-моему, ни разу я в руках не держал фигурку Человека-муравья. Был у меня шершень в одном из мистери боксов с Америки, а вот муравья я не видел. Вживую имеется ввиду. Что могу сказать? Выглядит шикарно, но фанка старается. Новые фигурки делают более детализированные. Прям не скупятся на это. Показываю вам его поближе, и мне понравилось, как сверху у него сделан шлем. В целом, фигурка довольно-таки неплохая. Опять же, слово паразит во всех моих обзорах это детализация. Здесь она шикарна. Единственный момент в этой фигурке, минус можно так сказать, я не понимаю, зачем нужна была такая подставка. Ну, то есть, судя по его позе, я понимаю, что он плохо бы стоял, но почему именно так? Почему она должна быть вмонтирована в туловище, а не сделана просто как стандартные подставки? То есть, кружок, на ноге идет выемка, и он как бы закрепляется на эту подставку, и мне кажется, так было бы лучше, потому что вот эта вся история очень хрупкая, и могла попросту не доехать целой. Здесь, кстати, все хорошо, и хотелось бы в очередной раз напомнить, что эти фигурки появятся в The Collector Shop. Ссылочки есть в закрепленном комментарии. Следующая фигурка на очереди это Оса. Номер ее 1138. Вот так она выглядит, и в данном случае это Chase-версия. Вот так выглядит стандартная серийная фигурка, и отличается от Chase тем, что она в шлеме. Я, конечно, сказал это в видео с распаковкой самой посылки, где я доставал эти фигурки, но повторюсь и в этом видео. Я заказывал их на официальном сайте Funko, и там, когда выбираешь фигурку, есть возможность получения Chase. Мои эмоции вы увидите в том видео, сейчас они чуть подутихли, но я до сих пор рад тому, что мне попалась Chase-версия. Ну, кто бы не радовался, если может попасться редкая, и она вам выпадает. Сейчас Chase-фигуркой мало кого удивишь, тем не менее, давайте смотреть. Вот так она выглядит, сзади у нее крылья. Почему-то в последнее время очень много фигурок идет на таких вот подставках. И по традиции, прошу вас написать в комментариях, похож ли скульпт головы фигурки на саму актрису из фильма. Переходим к антагонистам, и на очереди у нас Канг. Номер фигурки 1139. Канга мы уже видели в сериале Локи, но здесь он уже изменился. Фигурку из сериала Локи я хотел приобрести, но как-то вот не дошли руки. Это попало ко мне на обзор, и выглядит замечательно. Надеюсь, будет еще версия, где он в шлеме. Насколько я знаю по фильму, у него есть шлем. Возможно, ее презентуют в ближайшее время на какой-то из конвенций. Как мы видим на лице четко проработаны его шрамы. Костюм остался все в тех же тонах. Это зеленый и фиолетовый. И, наконец-то, фигурка не на подставке. Я просто устал, честно говоря, их критиковать. Да и всегда риск для меня, как для продавца, покупать такие фигурки. Ну, то есть фигурки на подставках. Еще раз повторюсь, что попросту может где-то стрясти ее, и она может не доехать в целости. Смотрим последнюю фигурку. Это очень нашумевший персонаж. Уже ходит куча мемов и так далее. Не знаю, как и что он делает в фильме. Пока что не знаю. Возможно, буду снимать эксклюзивы по этому фильму. И тогда уже посмотрю его и сделаю какую-то оценку. Пока опираюсь сугубо на впечатление о фигурке. Что касается впечатлений, фигурка довольно-таки увесистая. Да и выглядит устрашающе. О, блин, он еще и башка тряс. У Модока трясется голова, если это можно так назвать. Не знаю, отделялась она у него или нет в фильме. Но это очень странно выглядит. Такое, знаете, агрессивное яйцо в смятку на подставке. Внизу какой-то дым. Откуда он валит, непонятно. То есть еще больше добавляет каких-то ассоциаций и поводов для шуток. Заранее извиняюсь перед фанатами этого персонажа. Может я сейчас зря его троллю. Но опять же повторюсь, опираюсь чисто на ассоциации при виде данной фигурки. Как персонажа, я его пока не рассматриваю. Фигурка странная. Очень странная. Такой трон или что это такое? На котором он, я так понимаю, передвигается, он летает. Похоже на какого-то какающего монстра, не знаю. Вот такой обзор. Если вы посмотрели фильм, огромная просьба не писать в комментариях каких-то сильно важных спойлеров. Просто напишите, понравились вам фигурки или нет и сходятся они с персонажами из фильма или нет. Будет интересно почитать, потом буду смотреть фильм, вспоминать ваши комментарии. В общем, обязательно их пишите. Также огромная просьба поставить лайк этому видео, ведь это меня невероятно мотивирует. Не забывайте подписываться на канал, впереди еще очень много обзоров. Ну и спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока!